я счастлив вот быть здесь и с вами провести лекцию значит я последние годы занимаюсь деятельностью которую можно назвать популяризация математики то есть я во первых мы развели огромную деятельность в интернете но про это я расскажу в самом конце лекции но начиналось то все с того что я ездил по всей россии и осталось мне из 86 регионов посетить 7 я был в 79 регионах россии не был в семье и три из них собираюсь закрыть в этом году уже потому что они на кавказе а я сейчас научный руководитель кавказского математического центра в республике адыгея и там сразу пошли эти центр значит все республики вот кавказа начали закрываться от нас другой постепенно но последние четыре находятся на дальнем востоке это сахалин камчатка чукотка и якутия и вот с ними есть проблема потому что это нужно планировать длинное длинное путешествие поэтому я решил отложить эту задачу на пенсию и начать покорять да совершенно верно съездил в минск съездил еще в ряд мест потом пообщаемся расскажу вот после лекции но и вот доехал до риге ну что значит у нас сегодня математика математика еще раз математика но на самом деле теории игр которые здесь написано она же тоже в общем математика так несколько сюжетов а пока значит сейчас я покажу какие у нас будут сюжеты но в качестве пролога я скажу вот что такого самого-самого пролога первый сюжет такой для разгона будет как оценить сколько людей на площади да потом значит пара слов про защиту информации школьная задачка которая но она на олимпиаде там было некоторые очень давно и это вот для тех кто вообще интересуется геометрией школьной математики олимпиадными задачками вот будет потом будет значит тоже продолжение этой задачи математика перелетов я бы так это назвал или географии математика перелетов заходите можно можно потесниться мы вон там у того у той стены много места еще заходите все влезем а вот значит еще геометрия вот ну и вопрос про листа 4 такая чисто и как это как это говорят лайфхак да лайфхак москву тоже потихоньку терминология приходит вот ну вот значит и прежде чем мы поедем это математическая часть потом будете резко игровая прежде чем мы поедем я расскажу историю которая произошла три дня назад дома прилетел я из предыдущей моей значит эпопеи лекционной из ростова на дону прилетаю дома дочка спрашивает папа а мы садимся ужинать папа сколько народу сейчас ест мире я тут же придумал задачу то есть ну собственно придумала да задача вот вам так сказать 0 часов по ну как угодно по московскому времени или по гринвичу как угодно это не имеет значения никакого вот значит вот 24 часа то есть снова 0 нарисовать график приблизительный сколько в этот момент народу ест подсказка вот этот график неверный думайте и почему он неверный в общем там есть маленькая хитриночка небольшая так в общем это это шикарная совершенно задача которую придумала вот восьмилетняя дочка она сейчас гулять а так первая идея правильная да ну да естественно если надо смотреть на сколько какие на что происходит разных часовых поясах до часовые пояса но вот хорошо я рисую график но на самом деле скажем так я рисую так как я его понимаю но но здесь есть вот как бы здесь есть я конечно никогда это не проверял так что есть идеи да тоже все вот вот ответ значит на самом деле вот я хотел нарисовать сейчас вы поймете почему это так если кто-то когда-нибудь это проверить скорее всего это будет так но на самом деле сто процентов гарантии конечно у меня нет так вот где-то примерно вот в это время значит вот в это примерно вот в этом промежутке довольно сильный провал в остальном на самом деле достаточно равномерно что это это кто-то спит да это спит китай и индия там же между прочим понимаете то есть это вот вот это место это супер задача просто вот мне жутко она понравилась это место это когда глубоким сном спит китай и индия два с половиной миллиарда человек спят и не едят поэтому понятно что кто-то из них конечно ест в этот момент да но это как бы процентном соотношении большинство в это время этих территорий не ест но остальном там все скорее всего размазывается из-за того что у разных людей разные привычки но как бы ночью все-таки мало народу ест а в остальное время все равномерно то есть это как вот я думаю что если где-то там кто-то сможет провести этот эксперимент вот предсказание что будет вот такой график но и тут соответственно тоже будет где-то вот так но тут уже начнет разгоняться тоже китайцы рано встают на самом деле уже 6 утра это это все это все-таки москва нет нет там на самом деле нет дело то что он очень узкий и там убил убивается просто привычками разных людей кто-то 4 из кто-то в 6 а вот вот этот вот ночной провал китая индии он как бы он ну более-менее я чтобы но они же не так чтобы 300 миллионов американцев ела там значительно больше чем два с половиной миллиарда китайцев это как-то вряд ли это при всем желании это хочет сложно себе представить так ну а значит такая задача сегодня никакой политики не будет но тем не менее часто вы слышите что там на митинг вышло столько-то народу да и вот что делаю я когда я слышу это утверждение я сразу же игнорирую но обычно есть как бы две стороны конфликта одна и другая и одни там дают например что вышло тысячи человек а другие что вышел миллион вот ну так типичная совершенно абсолютно типичная там одни и тысячи отщепенцев там террором другая миллион человек требует вот но вот это как бы все это все сантименты а есть математика берете площадь на которой это все происходит спокойно на мере мерить ее в интернете в размерах ну понятно да в общем ну единственно что нужно знать сколько на квадратном метре во время митинга ну да 34 но это да но в общем средняя величина такая по больнице для три-четыре человека ну соответственно там если на этой площади 200 метров и сюда 100 метров да ну вот у вас получается 20000 умножаясь на три-четыре это 80 тысяч но такая типичная ситуация когда вилка здесь и здесь вот так надо такой просто лайфхак не более того значит теперь про системы защиты информации это на самом деле такая тема интересный очень она она связана непосредственно и напрямую с арифметикой остатков то есть простыми числами и арифметики по модулю простых чисел кто-то из основополагателей вот этой вот арифметики но один из таких не 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 то чтобы прямо вот гаусс да но но кто-то очень сильно я правил продвинувший я не помню точно сейчас фамилию говорил что он занимается теории чисел потому что уж таким образом он точно никогда не поможет никаким военным дальше мы все с вами ржем да потому что значит нет никакого более прямого способа помочь каким угодно военным чем анализировать вот это множество как конечное поле и все что с ним связано заходите поближе я думаю можно в коридору вот сюда да чтобы влезть попробуем все влезть правда давайте попробуем поместимся вот и значит ну вот есть две как бы два поколения защиты информации вот я внизу написал вот здесь видите что написано 57 в степени 179 а по модулю 2017 вот что это такое но это значит мы договариваемся в открытую что 2017 будет тем простым числом чем 2017 сейчас какой год общем 2017 да потому что 2019 непростое число ну 2018 естественно тоже а вот 2017 он простой вот и тут очень важно именно простота можно запустить такой же процесс по непростым но там как бы раскодировать будет сложнее тут нужно брать обратные числа при вычислении обратного так сказать преобразования значит смотрите вы выполняете операцию вы вот это вот как бы значение вот это например вот это и это открыто а это вы шепчете на ухо такой двойной двойной код получается вот что вы говорите что именно вы возводите в 179 степень и дальше остатки берете каждый раз да то есть 57 умножить на 57 берете остаток отделения на 2017 потом снова умножить на 57 берете остаток ну и делаете так так далее да вот на такие старинные системы сейчас а сейчас поступают еще веселее нарисована кривая игрек квадрат равно x кубе плюс 7 поднимите руку кто знает с какой с каким нововеянием последних лет связана эта кривая bitcoin короче он лежит в основе я получил два урока от человека который в интернете пропагандирует bitcoin мы с ним два раз пообщались совершенно бесплатно ну как он будет и бесплатные лекции читаешь молодец я сейчас все бесплатно тоже расскажу абсолютно и ты когда поймешь станешь рассказывать но для того чтобы я понял это до конца на такой степени чтобы я мог это рассказывать еще должно пройти долгое время но что я уже понял что значит они пишут эту кривую но вот она нарисована если мы это уравнение нарисуем да вот на плоскости график такой вот так такого уравнения вот и есть такое такой значит такой метод называется сложение точек если у нас есть две точки с координатами рациональными числами то есть дроби то прямая которая через них проходит имеет тоже как бы эти самые вот игрек равно к x плюс b да есть написать только и b будут тоже рациональными числами и тогда третья точка пересечения почему будет третья потому что уравнение третьей степени если есть два корня третий тоже будет у нас и он по теореме вието тоже будет рациональным и это такой супер метод размножения точек вот у вас есть две угаданные точки вы начинаете размножать взяли эту потом взяли касательно провели тоже та же песня вот эта точка будет иметь рациональные координаты потом здесь провели то . будет иметь рациональный здесь касательно провели ну и вот то что дальше происходит достаточно сложная наука то же самое можно делать по модулю опять же какого-нибудь простого числа ну и вот шифрование более продвинутая чем вот это основано на том что мы задаем какие-нибудь две точки в терминах остатков отделения на какое-то простое число и начинаем их вот так вот там складывать всячески например 8 раз сложить надо а по какому простого модуля это делаем скрываем и знает только человек которым передается эта информация окончательно вот но это не только с шифрованием кодирование связано на основе вот этих трюков которые в сущности придумал еще диафант александрийский было основано доказательство великой теореме фирма и андрей уайлс ну там сильно-сильно про продлив вот эту всю значит сильно продвинув эту теорию сумел в 94 году поставить точку великой значит теореме вот так но давайте геометрия геометрия расскажу вам историю да просто для интереса поднимите руку кто подписан на канал математика просто а так но значит так и еще поднимите руку кто просто меня когда-то видел в интернете ага отлично прекрасно значит я прошу прощения у тех для кого то что я сейчас буду говорить будет баяном потому что сейчас как бы когда я читаю лекции в лечитой лекции их записывают они попадают естественно в интернет потому что у меня принцип этот кибер ленинг и да все в открытый доступ и соответственно кто-то мог это уже видеть для тех кто это не видел история была такая 7 класс я учусь еще в обычной школе еще не перешел в 57 урок предмет который очень не любил но я не буду сейчас потому что вдруг здесь есть учителя этого предмета это будет некрасиво сообщать слух в общем есть некто был предмет который очень не любил и настолько не любил что мне я просто решил сбежать прямо во время урока с этого предмета и через окно вылез ну там первый этаж аккуратно вылез там чик и пошел гулять весна на улице это почки эти зеленеет все снег датаивает ушел и все ничего не видел учительница и вот через 15 минут она говорит а вот этот нам сейчас выполнит у доски но например салатеев начинаются смешки море ванну вы знаете он вышел у как это вышел что мне тут говорите вот я тут стою доски куда он мог выйти море ванну вы знаете он вышел через окно дальше немая сцена родители школу и так далее но к чему я это рассказываю а вот чему через два нет не через два месяца буквально через несколько дней происходит московская городская олимпиада по математике на которую я попал там после районной и вот я получаю задачу где написано ученик сбежал с урока и плавает в бассейне ну в бассейн я конечно не ходил но в остальном это просто какое-то полное дежавю вот как будто я запрограммировал то что эта задача туда попадет таким действием ну и значит вот собственно задача да плавает бассейне учитель обнаружил его с розгами в руках 87 год никаких либеральных ценностей ничего а советский союз значит учителя наказывают учеников там моей головой несколько раз вышибали дверь когда выгоняли меня из класса например так что все было очень сурово но при этом я не то чтобы сильно обижался то что я сам до этого доводил учителя это это как бы без всяких обид было да и родители в общем все понимали вот ситуация значит учитель хочет его поймать но учитель не полезет бассейн он не умеет плавать или не хочет это делать ученик тоже плавать вечно конечно не будет он замерзнет поэтому учитель говорит ну давай давай вылезай сейчас я тебе всыплю как следует а ученик говорит нет и меня не догонишь данные такие что по земле ученик бегает быстрее учителя ну что общем естественно а плавает ученик четырежды медленнее чем бегает учитель ну и вопрос задачи состоит том кто кого ну такая задача на самом деле из теории дифференциальных игр но в данном случае решается не очень сложно действительно я первым делом рисую картинку вот такую учитель на противоположной от меня стороне я быстро плыву туда учитель оббегает бассейн ты равно 3 целых четырнадцать сотых поэтому легко понять что учитель меня хватает моё время плавания r делить на вы а его pr делить на 4 в этой я проплываю r со скоростью в а он проплывает полу в пробегает полуокружность но у него скорость 400 больше ну и соответственно его время меньше он меня хватает тут я значит переключаясь тут же и решая задачи за учителя начинаю строить там зоны на которых он может достать как именно он будет ловить что будет если ученик отклониться в процессе до следующий вопрос что научили которого так плывет когда той картинка тупой довольно да что он уже видит что за ним учитель вот сюда бежал почему бы не отклониться вот так как-нибудь вот и начинаю прикидывать типа что он все равно не успеет ничего не выходит я решал и очень долго остальные задачи были довольно простые я решал и очень долго ничего не выходит и я опять переключился на вариант что ученик будет спасаться ну и вот собственно я хочу вам это решение сейчас рассказать итак ответ такой ученик спасется это первое утверждение второе это наш мне нужно выдать какую-то четко понятную стратегию спасения так а можем чуть чуть еще там проходите к нам мы здесь не задохнемся здесь хорошо не душно может быть как-то вот сюда на пол просто сесть вперед да никто не против кому это самое не влом вот сюда можно сесть просто вперед спокойно вот там очень много мест здесь можно сесть без проблем никаких как искать никаких проблем садитесь сюда чтобы никто как бы не остался за пределом зала до чтоб все были внутри я так вот смотрите рассмотрим маленькую окружность как тут настолько маленькую что ее в четыре раза и даже немножко больше чем в четыре раза сократили по сравнению с исходной вот такая ситуация вот этот маленькая окружность она чуть больше чем в четыре раза меньше большой да то есть она как бы вот ее радиус там ну например 0,9 десяток делить на 4 да от радиуса исходной теперь смотрите что происходит вводим концепцию угловой скорости которую как раз 7 классе там или 6 изучают там очень подробно физики то есть эта задача по физике по физике есть понятие угловой скорости угловая скорость в этом случае ученика выше чем у учителя потому что мы сократили окружность более чем четыре раза а исходная скорость различия скоростей было в четыре раза то есть если бы маленькая окружность было ровно в четыре раза меньше чем большая то они бы описывали круги с ровно одинаковый угловой скоростью они вот один напротив другого вот так вот бегали и плавали но если я чуть-чуть еще уменьшу то ученик начинает обгонять учителя по углу он убегает от него убегает убегает и если учитель там как-то по-другому будет действовать то тем более угол будет увеличиваться и никак нельзя да и препятствовать ситуации что они окажутся на противоположных сторонах маленькое большое крушить соответственно то есть некоторое время будет бегать бегать и в конце концов окажется окажется вот так а вот теперь вперед потому что теперь осталось там было 4 и ты мы сравнивали да а теперь мы сравниваем 3 и пи вот и если наш значит вот этот вот если мы окружность уменьшили не сильно по сравнению с одной четвертью то все еще все еще у нас получается угловая скорость больше ученика и так как 3 меньше пи то есть 3,1 тоже меньше пи ему осталось как бы бежать меньше чем плыть учителю по времени вот ну и вот не знаю не помню к сожалению там на сами был треугольник а я до окружности довел если честно позже так вот на всякий случай а вы знаете автора нет но в то время там была большая кстати вы знаете да в то время на самом деле вот я ездил на всесоюз на следующий год который перенесли из баку в донецк потому что баку шла война такой вот интересный так сказать момент из истории и в донецке победили рижане там было два питерца и два рижанина они решили все задачи тут было к это супер школа совершенно в которой просто мощнейших олимпиадников готовили каждый год это мы всегда знали что при отрежании всех сделают вот в общем вот так сказать вот в таком соотношении нам годится любая величина для этой стратегии и мы получаем что ученик спасается а потом я положил ручку оставалось пять минут и вдруг мне голос папы в голове все доказывай ни одного утверждения не оставляя не доказанным на олимпиаде либо ссылка на теорему из учебника либо строгое доказательство и вот я пишу дрогнувший рукой а почему пи больше трех смешно но на этом погорело семь человек которые придумали такое же решение представляете то есть они не получили полный балл потому что они написали так как пи больше трех то проводится это рассуждение но им написали а почему пи больше трех а что такое пи что такое пи учителя математики есть вот это бесплатное скачивание в интернете у меня с собой всего несколько и в первую очередь для учителей математики естественно этого главный главный адресат это учителя математики и им я подарю эти книжки если вдруг учителей математики больше чем этих книг ну что нибудь придумаем но в любом случае в интернете это все совершенно бесплатно скачивается нет это 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 все правильно но после того как вы знаете что такое пи а что такое пи сейчас абсолютно верно так наоборот отношение длины окружности к ее диаметру по определению а тут в нормальных школах задают вопрос вот такой а для какой из этих окружностей нужно взять для любой правильный ответ для любой на плоскости есть понятие подобия никогда ничего не оставляйте не доказано вот когда вы здесь не разговариваете да нормальный ребенок здесь спросит какая кружность имеется ввиду честно говорите ему в реальной жизни это нереально сделает у нас мы живем скорее на геометрии лобачевского лишь это в этом духе ну или там на сферической диаметре в общем в реальности нет и никакого но приближенном смысле безусловно есть подобие приближенном смысле все где мы живем это плоское пространство вот но как бы если вы начнете измерять на земле то вы что сделаете вы возьмете от северного полюса отлетите на какое-то расстояние на самолете замерите это расстояние пролетите противоположную точку замерить сколько пролетели поделите и что будет 3,1 если на 1000 км отлетели если на 3000 км отлетели будет 2,7 правда а если на 10000 км отлетели ну-ка кто скажет точное значение пи в этом случае если я отлетел на 10000 км совершил полукруг и измерил пи то получил пи равно от северного полюса если 20000 км то нулю от северного полюса на 10000 км находится кто так 222 потому что экватор имеет длину 40 тысяч километров половина его 20 тысяч километров поэтому отлетев на 10 тысяч километров я пройду 20000 км но приблизительно 2 конечно спасибо да это уточнение да но все-таки то что пи больше 3 для нормальной ситуации но смысле на плоскости можно доказать достаточно просто без рядов вот вписанный шестиугольник его фрагмент половина вписанного шестиугольника разбитого на треугольники в этой картинке все стороны нарисованы одинаковые это все радиусы равносторонние треугольники вот так вот друг другом стыкуются и понятно что дальше мы используем просто аксиому планиметрия о том что путь кратчайшие но по прямой от кратчайший поэтому вот эти три дуги каждый из них длиннее чем вот это вот единичка а значит сумма их длин то есть пи больше чем 3 то есть если я пошел вот таким вот зигзагом да и более того если честно я думаю что в этом случае ответ что учитель победит если он начались на северном поле находился думаю что в этом случае ответ победит учитель кстати отлично вот я не ни одном городе еще это не ну да конечно ну его gps он ловит его он ловит его в интернете он его высматривает от него маячок исходит от ученика он со смартфоном плавает а там большой брат за всеми следят не знаю не знаю не самый не самый меня у меня забомбили письмами вот именно с этим вопросом ответ к сожалению что я не знаю я будет а я не уверен что этот ответ вообще есть вот в принципе что ее кто-то дорешал это на самом деле сложнейшая задача фрагмент который дан нам потому что в нем в этой в этом фрагменте решение достаточно простое но задачи преследования это полная труба дифференциальная теория игр это жесть 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 вот видите какие разные пи при каждом этом сам на каждой параллели свой пи так ну вот коль уж мы договорились а до эти самые до поверхности земли вот обычно я в россии я привожу магадан москва потому что сам был на конференции с которой половина конференции летела москву из магадана вот и но здесь наверное ближе будет перелет мы с павлом договорились о сюжете он павел что павел пьет чай вот что будет варшава нью-йорк это примерно та же ситуация итак предположим что 13 декабря то есть это мой день рождения сами просто написал но годится в 10 утра местного времени стартует самолет который решить из варшавы нью-йорк несколько вопросов первый когда будет прилет по местному времени по местному куда прилетит естественно нью-йорк да примерно 10 утра там уже плюс-минус пояса начинает иметь значение какие договоренности там зимнее время летнее время как я понял у вас тоже да больше нет зимнего летнего времени есть у вас переводили время в какой-то момент или сейчас вот сейчас вот сейчас все я понял то есть то что сейчас рижское время совпадает с московским она перестанет совпадать когда все все я понял а все понятно но даже да здесь конечно сильно позже темнеет и сильно позже светает ясно что все-таки тут час явный так правильно да значит в целом в то же самое время следующий каверзный вопрос что наблюдается за окном это каверзный вопрос нет москва тут явно не наблюдается до ночь ну да ну в общем давайте я не буду на этом задержаться я обычно ну когда я начинал эту лекцию читать там была ситуация такая это было пятнадцатый год они летят это алгебраическая диаметрия суровая наука очень серьезная конференция все знают математику так что вообще вот и начинает обсуждать вот вроде должно быть так что он вылетает 10 утра в это время на магадане уже солнце стало москве будет тоже 10 утра там плюс-минус это же солнце естественно стало да но а значит тот вспомнил быть что ну на самом ли как перелет происходит перелет происходит вот так именно потому что глобус вот такой круглый да и когда вы летите из этой точки в эту то что такое кратчайшие что вообще такое кратчайшая дорога на на шарике то центр земли надо взять и две точки из которых куда летите провести плоскость и есть эти две точки в северном полушарии то у нас начинает отклонения в север быть потому что плоскость идет туда в центр земли и она вот так вверх смотрит видно как она высекает линию не по горизонтали. Не по горизонтали. Она высекает линию сильно к северу, если эти города достаточно далеко, как в данном случае. Ну и с Магадановой и Москвой расстояние там то же самое абсолютно. Что и между Варшавой и Нью-Йорком. И происходит тот же самый эффект. Действительно, да, и они спорили, как, неужели, неужели, что сейчас мы что, сейчас зайдет солнце, что ли? Да, мы сядем в самолет, зайдет солнце. И действительно так и происходит. То есть вы садитесь, солнце сходит, вы садитесь в самолет, через два часа вы влетаете в зону полярной ночи, и солнце садится назад вот так просто она вверх и вниз прямо так вот она все полная темнота но там где-то брежет немножко на юге что-то из-за того что и рассеяние и очень высоко далеко видно потом опять она раз и зашло и вы сели москве в нью-йорке то есть это два дня за один день у вас раз но ночь полярная там тоже 10 утра в это время но там это время темнота там ничего нет солнца нет вообще вот ну и наконец он садится естественно снова сходит солнце вот вот такой вот прикол и это конечно это я специально 13 декабря здесь как бы да здесь очень важно а летом другой эффект когда я летом лечу из москвы в иркутск если я лечу ночью чего я правда ненавижу делать то я лечу через ну там южный таймы хорошо видим там полярный день просто то есть она ну там есть и садится то она чуть-чуть присаживается вот совершенно светло то есть всю ночь совершенно светло и потом просто новый день наступает склеивается день в один два дня в один день склеиваются получается такой гигантский гигантский день вот так еще один ну вот это мне очень сюжет как бы нравится я его во всех школах подробно разбираю давайте разберем его как бы виде какого такого скетч разбора и так задача соединить четыре вершины обычного квадрата между собой используя минимум чернил то есть задача включить его их все четыре в связное множество то есть так чтобы из каждой можно было попасть в каждую но не обязательно по прямой естественной линии а так как получится и нужно чтобы то есть это как бы у вас есть система городов до задач которую ну не знаю вот в россии часто решают то что дорог все еще не не так чтобы прямо от всюду-всюду но время от времени что-то новые дороги строят строит строят и И вот вопрос как-то включить, вот райончик есть, включить его в систему дорог, чтобы из каждого города в каждом можно было проехать, но нужно меньше асфальта, как можно меньше асфальта задействовать. Вот. И эта задача, она со времен фирма, это развитие задачи фирма Теричели, о связывании трех точек между собой. Ну вот, например, есть такая вот версия. Так, значит сумма длин здесь 3, правильно? Нет. Может так? Да, тоже молодцы, сразу видите, то же самое, да? Может так? Два корня из двух меньше трех? Может так все-таки, да? Нет. Не так. Я когда это увидел, я просто обалдел, вот совершенно обалдел. Честное слово, когда я увидел, что это неправильное решение. То есть стянуть 4 вершины квадрата между собой, системой дорог, это не оптимум. Как такое может быть вообще, да? Да? Но там две вершины должны быть. Молодчина, знаешь, да? Мат в школе учился. Нет. Нам показывали, там именно больным пузырям это поможет. Отлично. Вот так. Совершенно верно. И здесь очень тонкое неравенство вот такое. Если аккуратно посчитать, там 1 плюс корень из 3 будет длина дорог, и она меньше, чем 2 корня из 2. Тут так вот на эпсилонах уже игра идет. На самом деле на эпсилонах сильно много асфальта за счет этого не сэкономишь. Ну, правда, по-честному говоря, да, часто решается задача противоположная, когда нужно асфальт освоить весе. Но мы договорились без политики, да? Так, вот. Вот это оптимум. На самом деле, строго доказать, что это самый оптимальный из вообще всех картинок, уже не так просто. Это там некий анализ довольно скрупулезный. Но можно. Так, ну что? Еще один сюжет из математики, и мы перейдем к теории игр. Формат А4. Ну, лист бумаги, да? Большой лист бумаги. Вот такой. А почему? Потому что он из-за 0 вышел. А 0 почему такой, как он есть? Так, я вижу уже руку. Давайте так, поднимите руку, кто знает. Верю. Верю, что вы знаете. Давайте я сейчас проведу некое рассуждение, из которого будет ясно, откуда это знание берется. Предположим, что вы хотите написать объявление, например, о лекции моей, да? И развесить его где-нибудь, да? Вот задача, которую решал Павел. Павел, решал задачу такую? Где Павел? Кто-то пропал. Все сидит, человек. Вот, короче, вот вы хотите развести объявление, но потом вы понимаете, что у вас бумага кончается, а объявление нужно еще кучу мест, значит, развести. И вы ее разрезаете пополам, да? Разрезаете пополам. И если у вас была бумага квадратная, и на ней было нормально написано объявление, вот моя рожа там, тут приходите на лекцию, то если вы разрезали пополам, у вас, если попробовали скопировать, то еще более худая получилась рожа, да? И тут такие странные, такие вытянутые буквы. Масштабы изменились! Да! Идея размера А4 состоит в том, что после того, как я его разрежу на 2, пропорция сохранится. Поэтому, если вот это х, а это единичка, да? Вот это х, а это единичка. Ну тогда что у меня получается? У меня получается вот здесь целых 2 уже единички, да? И нужно, чтобы пропорция 2 к х равнялась х к 1. Что это значит? х квадрат равно 2. Х равен корень из 2. А при чем здесь 2127 на 210? Говори! Площадь А0 1 квадратный метр. А то еще просто деление на буквалах. А, да, я понял, да. Но это как бы ответ на вопрос, почему приблизительно, ну как бы вот, нет, я скорее хочу спросить, почему вот это отношение действительно что-то типа корня из 2? И в точности ли оно равно корень из 2? Да, можно по площади, конечно, А0 получить соответствующую величину, но там будет все-таки, если выполнять строго, там будет все-таки отношение не такое, потому что корень из 2, знаете, корень из 2 не может быть никакой дробью. Ну, скорее, это история про приближение просто. То есть что такое 227 на 210? Сократить можно эту дробь? Получается? Да! А знаете, откуда оно взялось и что это вообще? Это египетское приближение для корней из 2, для диагонали. Попробуйте извлечь. У кого есть калькулятор? Поднимите руку, у кого калькулятор есть? Ну, у кого прямо вот под рукой сейчас вот взять? У вас еще у кого? Так, у кого еще есть в зале? Так, вот, значит, так. Ты извлекай корень из 2, а вы делите 99 на 70. Да, просто корень из 2. Так, готовы? Диктуете. Да. Дальше. Хватит. Так. Диктуй. Корень из 2, корень из 2. Кто первый? Кто первый извлечет? 4, 1, 4, 1, 4, 2, 1, 3. Отлично. Что скажете, господа? Смотрите на это. Это ли не чудо? Вы взяли два числа двузначных, а получили приближение с точностью до десятитысячной доли. У вас последний, у вас первый знак, который различается, это пятый знак после запятой. Это не просто так. Здесь этого объяснения нет. Я хочу все-таки его, я хочу его рассказать. Это следующая заставка. Давайте я вам расскажу, как такие приближения берутся. И потом перейдем к теории игр, да? То есть сейчас я расскажу, как берутся эти приближения. Смотрите. Пишу корень из 2 и выделяю целую часть. Она равна 1. Остается корень из 2 минус 1, как говорят в Москве, капитан Очевидность. У вас есть такое выражение? Вот. Теперь, значит, за каким-то непонятным, за какой-то непонятной целью я произвожу такое повторение двух процедур. Извлечение целой части и взятие обратного к дробной. Извлечение целой и взятие обратного к дробной. Кто знает, как это называется? Нет, я где-то... О! Цепные дроби это называется. И придумал это Евклиид. Но в школе... У нас, по крайней мере, в обычной школе алгоритмы Евклида уже не знаю, честно говоря, изучаются или нет. У нас сейчас очень сильно как бы разделилось на крутые школы и обычные. Но это ладно, это опять политика будет. Вот. И, значит, соответственно, обычный как-то... Алгоритмы Евклида есть, но то, что это цепная дробь, на самом деле, быстрее гораздо это делать с помощью цепной дроби, это не говорят. Значит, итак, 1 плюс... Переворачиваем. Мне нужно взять... Разделить 1 на корень из 2 минус 1. Это... Как избавиться от иррациональности в знаменателе? Да, корень из 2 плюс 1, и получится на что? На 1. Точно. 2 минус 1 равно 1. Все правильно, да? Значит, здесь стоит корень из 2 плюс 1. И какая же целая часть из него извлекается? 2. А что остается? Точно. Повтор. Вот здесь осталось то же самое. А значит, дальше будет происходить... Опять. Вот так. А значит, это никогда не кончится. Понятно, да? На каждом шаге выделяется корень из 2 минус 1, переворачивается. 1 делить на 2 плюс... Опять корень из 2 минус 1. И таким образом... Корень из 2 равен 1 плюс 1 делить на 2 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 плюс 1. Понятно, да? До бесконечности. Так, а попробуем еще чуть-чуть потесниться, чтобы поместиться. Капельку. Вот здесь еще куча мест есть. Заходите. Это прекрасно, что нас так много. Давайте попробуем поместиться. Если кто может сесть внизу, здесь отличные... Вот здесь и здесь отличные места. Я доказал, что корень из 2 число иррациональное только что. Понятно, почему? Любое рациональное число отношений двух целых при этой процедуре естественно когда-то закончится. Вы же что делаете? Вы, выделяя целую часть, вы... Значит, знаменатели у вас... Ну, вначале было там что-то большее, а делить на что-то меньшее. Выделили целую часть, осталось в числителе еще меньше, чем было в знаменателе. Перевернули, этот числитель стал знаменателем. Выделили целую часть, стало еще меньше, чем было до этого в знаменателе. И у вас получается, что знаменатели обязательно строго убывают. И если какое-то число было в точности равно m разделить на n, то за конечное число шагов последний знаменатель когда-то просто станет целым, и там нечего будет выделять. Целую часть выделил, а дробную уже ноль. И на этом все закончится, поэтому любое число m разделить на n, в том числе 99,7, будет конечным. Но давайте посмотрим, каким. 1 плюс сколько? 29,7. Это 1 делить на 70,29. Кто быстро выделит целую часть? 70,29. 2. Плюс сколько остается? Нет. 12. 12,29. Это 1 делить на 29,12. Сколько целое? 2. Сколько остается? 5,12. То есть 12,5. 2. 2,25. Это 5 вторых? 2 и 1 вторая. Похоже? Похоже? Это раз, два, три, четыре, пять, шесть этажей вот этой вот башенки. Это я вот здесь обрубил, остальные проигнорировал. Теоремы типа Хинчина и компаний говорят, что это самые точные приближения к рациональным числам получаются этим приемом всегда. Цепная дробь это метод нахождения самых точных приближений. И ничего удивительного, что когда вы ее отсекли здесь, вы нашли самую лучшую дробь из всех возможных, которых там знаменатели не очень велики. Ну и в общем, да, четыре знака там так и получается. Количество знаков вдвое больше, чем размер чисел, которые друг на друга делите по некоторым математическим причинам. Ну что, к теории игр переходим. Теория игр. Теория игр вокруг нас. Так, значит, теория игр имеет некоторый, значит, некоторый такой призыв, да, вот что такое теория игр. Теория игр – это думай за других. Вот когда ты принимаешь решение, ты ставишь людей в какие-то ситуации, да, и думаешь за них, что произойдет дальше с ними, что они именно будут делать. И потом, когда пытаешься вот те или иные правила игры задать, как бы теория игр – теория для начальников. То есть вы выдумываете правила, смотрите, как ваши подчиненные будут на них реагировать. Если вы не имеете возможности просто приказать что-то делать, а в современном мире это редко бывает возможно, вы ставите людей в условия, они выполняют как ответ, так сказать, система, этот самый, по Буркову, да, система управления, и ответ на это управление – активная система. Вот, ну и математическое, я бы сказал так, математическое определение теории игр – это анализ конфликтов на основе математических моделей. Ну, давайте я приведу один пример. Пример такой. 6 марта текущего пока еще года. У меня выступление в Великом Новгороде. Это вот здесь, под Питером где-то. Значит, вот Великий Новгород. Поезд из него идет, он к Питерской трассе приходит, идет в Москву, поворачивает сюда и приходит в Нижний Новгород. Вот здесь находится город Владимир, а здесь, значит, Первопрестольная наша. И вот ситуация. Ну, вообще, когда-то этот поезд ходил, это ежедневный поезд, он отходит там в 9 вечера отсюда. Когда-то он ходил просто до Москвы. Почему он стал ходить до Нижнего Новгорода, это тоже на самом деле связано с теорией игр, с мудростью одного там дяди, заммэра по культуре в Великом Новгороде, который сказал в начале какого-то там года, ну, где-то 2 или 3 года назад предложил продлить его до Нижнего Новгорода. Да вот интересно, а слабо догадаться почему? Какая была у него логика? Новгород, Новгород. Так, горячо. Горячо. Сейчас, 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 сейчас. Потому что путают. Так, а почему эта идея возникла именно 2 года назад? С чем это связано? С футболом. Конечно! Чемпионат мира по футболу в России, 18-й год. Он говорит, будет человек 200, которые приедут на матч в Великий Новгород. Было 25. Но они воспользовались этим поездом, их посадили и отправили куда надо. Вот. А в Ростове Великом бегал один парень из Центральной Африки по центру города, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Спрашивал, где моя команда сейчас будет играть в Ростове Великом? Где? Понятно, да, в чем дело? Ростов Великий есть, а есть Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону это миллион сто тысяч. Ростов-Великий это там типа 50 тысяч человек, никакого стадиона, естественно, нет и в помине. Но он приехал в Ростов-Великий. Но он не попал, к сожалению, для него, потому что матч был в тот же день. За один день там никак, там ни аэропорта, ничего нет в Великом, Ростове-Великом. Но если бы у него на следующий день был, было бы без проблем. Да, 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 ничего, естественно, больше, но Великий все-таки там как бы, можно себе представить еще, да, что там что-то может происходить. А вот в Ростов-Великом это уже как бы, это совсем вот такое. Вот, то есть если бы на следующий день его бы отправили нормально, то есть он бы поехал в Москву, перелетел и попал на матч. Так вот, вернемся к этому странному сюжету. Я прошу организаторов моей лекции в Великом Новгороде купить мне билет до Владимира на этот поезд. Вот сюда, а не сюда. Зачем? Нет, не дешевле, нет. Им пришлось даже на 100 рублей переплатить, что, впрочем, копейки, в переводе на евро, это полтора евро. Разница совсем небольшая. Они сказали, без проблем, Алексей, у тебя там дальше что-то? Нет, сказал я и выдал истинную причину. Они посмеялись и сказали, без проблем. Немножко меньше остановок. Нет, нет, он тот же самый поезд. А? Нет, нет. Наступать место не надо. Нет, нет, сейчас там у нас очень строго, сейчас четко по местам, вот прямо ровно, потому что там как бы... Ну, в общем, это не тот, нет. Все берут из Великого в Москву и из Москвы в Нижний. А из Кудава Владимир редко поберет? Нет, все занято, к сожалению, все забито. Может, он тогда... Не надо толкаться при выгоде. В районе Москвы живете? Тепло. Но из Владимира... Нет, нет, тут 200 километров. Это... На самом деле это правда. Я живу со стороны Владимира, но все-таки тут очень много километров. Вот. Костельное белье, может, выдают бесплатно? Так, сейчас, сейчас. Что-то... Да! А почему? Ну, подольше не будет. Потому что не будет, совершенно верно. Если у меня билет довели до Владимира, меня никто не будет будить перед Москвой за полтора часа. Давайте белье, давайте белье, туалеты закроем. Да, ничего этого нету. Мы едем спокойно, я сплю, я встаю в 5.20 по будильнику, в 5.25 выхожу из поезда. А куда вы, молодой человек? Ну, я решил выйти в Москве. Вот так вот. Так что это сработало, ну, ура, на 100%. Это классическая теоретическая игровая логика. Я знаю, как поступают проводницы. Они будят за очень долгое время. Как мне добиться, чтобы она не будила? Не могу с ней договориться, она скажет, что ей по шапке надают, если я просплю. И это будет чистая правда. То есть, как бы, не получается. Я пробовал до этого договариваться, но не получается. Реально не выходит. Они все равно будят. Вот. А тут я просто беру билет, и я во Владимир еду. Ну, что вы меня будете? Не надо меня будет. Ни в коем случае. Ну, вот. С самолетами такое не пройдет. А? С самолетами такое не пройдет. С самолетами там был другой лайфхак, кстати. У меня был следующий прием. Я его не стал сюда помещать, потому что он 3 года... 2 года назад он работал. Сейчас уже совершенно не работает. Все самолеты почему-то дико забиты. Но когда они были пустые, полупустые, я делал подлейшую вещь. Я бронировал место в середине из трех. Вот тот. Когда вы бронируете, как вы видите картину? Обычно вот это пустое, а эти заняты, да? Ну, какой же идиот вот так сделает? Я так делал, потому что ни один идиот после этого ни сюда, ни сюда не сядет. Понятно, да? Райдом с человеком, который забронировал это место, вообще опасно садиться. Кто это? Кто такой? Кто это? Зачем он это сделал, да? Это же безумно неудобно, да? Ну, я прихожу. Дальше начинается. Я разлегся. Не устраивайся мне здесь плацкарт, молодой человек. Плацкарт это когда лжешься, сплю, естественно, просто спокойно будет. Мне нельзя. Мне нужно выспаться перед лекцией, простите. Я сейчас буду здесь устраивать плацкарт. Вот так. Ну, я не стал это как бы включать уже, но уж разошла вещь, да, я расскажу. Так, а вот от Николая Васильевича Гоголя. Сейчас будет такая просто теория игр, полный рост. Диктую, потому что плохо получила эта фотография. Ихарев, позвольте вам сделать один вопрос. Как поступали вы до сели, чтобы пустить в ход колоды? Подкупать слуг ведь не всегда можно. Утешительный. Сохрани бог, да и опасно. Это значит иногда самого себя продать. Мы делаем это иначе. Один раз мы поступили вот как. Приезжает на ярманку наш агент. Останавливается под именем купца в городском трактире. Лавки еще не успели нанять, сундуки и вьюки пока в комнате. Живет он в трактире, сдерживается, ест, пьет. И вдруг пропадает, неизвестно куда, не заплативши. Хозяин шарит в комнате, видит остался один вьюг. Распаковывает сто дюжин карт. Карты натурально сей же час проданы с публичного торга. Пустили рублем дешевле. Купцы микро схватали в свои лавки. А в четыре дни проигрался весь город. Что там было? Крапленые карты, конечно, там были, да? То есть он, смотрите, как это гениально. Человек завозит этот тюк, да? Во-первых, он на халяву живет, там ест и пьет. Это раз. Второе. Он предугадывает действия хозяина, который хочет эти издержки как-то покрыть. Что будет делать хозяин? Понятно, он возьмет этот тюк. Понятно, что он продаст. Понятно, что у города будут эти крапленые карты. Засылаются эти жулики, которые весь город после этого обыгрывают. Могут. Это не исключено. Они потом и Ихарева тоже кинули. Так. Погорячее сюжетики. Да, это не политика, потому что она не про нас. Политика это то, что про нас, да? Вот. А то, что про какой-то Люксембург... А, теперь же вы с ним... Ой, блин, да. Ну ладно, ладно. Ладно. Дело в том, что Люксембург в Евросоюзе будет обсуждаться вот в этот период. То есть очень давно. А то, что было давно, это уже не политика, а история. Не правда ли? Вот. То, что либо давно, либо не про нас. Это становится историей. А политика это то, что сейчас и про нас. И вот это мы не будем обсуждать категорически. Вот. Итак, шесть стран. Франция, Германия, Италия, Белья, Нидернадо, Люксембург. 15 лет подряд в Евросоюзе было шесть стран. От каждой из страны, от каждой из этих стран был представитель. Ну, министр соответствующий. Но голоса у них были разные, у этих министров. То есть, если какое-то решение, там, коллективное, да, принималось, ставилось на рассмотрение, и французский министр был за, то он добавлял четыре очка этому решению. Если немецкий, итальянский, тоже от четыре. А если бельгийский или голландский, то два. А Люксембург одно, но все-таки тоже добавлял отчетчика. А как решение принимается? Суммируются все принятые за него баллы и сравнивается с числом на секундочку 12. Вопрос. Вам не кажется ничего здесь странным? Если вместо Люксембурга поставить платки, будет все то же самое. В настоящем мире. Ну, это будет политика, да? Больше или равно? Больше либо равно. Следовательно. Суммируется, что Люксембург вообще никак. Да. Значит, итак, математическое утверждение про способ принятия решения в Европейском Союзе с 1958 по 1973 год звучит так. Не существует никакого расклада сил, в котором голос Люксембурга значил бы хоть что-нибудь. Ну, потому что если он, вместе с ним приняли решение, то это нечетное число, которое не меньше 12, но тогда без него это будет четное число не меньше, ну, то есть, понимаете, нечетное число не меньше 12, и начинается с 13. Значит, без него 12 и выше. Значит, тоже приняли. Если с ним не приняли, значит, это четное число меньше 12, но четное меньше 12, это как максимум 10, но тогда вместе с ним будет тоже 11. Все, доказательство завершено. Теперь вопрос более риторический. Как они это терпели? Знаете, это уже прошлое, это история, поэтому, так как это история, а не политика, то я вам расскажу, как я провел исследование, как они это терпели. Им платили за то, что там не хотелось. Нет, первая версия была очень простая. Люксембург отлично знал, что ему все равно не дадут реальной силы, и был согласен на номинальную. Но я также слышал две странные версии о двух немцах, с которыми я дружил одно время. Один немец сказал мне, что, Алексей, это не восточная Европа, они там не знают, что такое четное число, что ты пристал. Вторая версия другого немца, который женат на учительнице математики из Люксембурга, что это полная чушь, и что они отлично знают, что такое четное число, и не имеют ни малейшего представления об этом органе, не имели. Заняты только качелями в своем собственном саду и именем своего префекта. Но, так сказать, я, честно говоря, на этом я расследование закончил, потому что, получив два таких странных, совершенно разных ответа, я не знал, что дальше делать. А, ну да, и год назад на Кавказской мат-олимпиаде я задал вопрос местному тренеру из Люксембурга. Он просто очень долго смеялся. Он ничего не ответил мне, но очень долго смеялся. Вот. Так, ну что, то, что находится за океаном, тоже не политика, да? Итак, вообще есть следующее математическое утверждение, что... Нет-нет, Павел, не политика, нет-нет. Я обещал ему, что никакой политики нет. Значит так, есть такое утверждение, что за Дональда Трампа проголосовало меньше половины населения Америки. Вопрос, как это может быть? Ну да, да, да. И, собственно, следующая картинка... Ну, возможно, как в России я всегда обнаруживаю где-то две трети народа, которые просто никогда не задумывались об этом. Возможно, что здесь ближе все равно туда, и все просто это знают. Ну, как бы, в России вообще, на самом деле, вне Москвы, ну, не парятся вообще этим делом, вообще никакой политики. Не знают, что там, где и как. И даже была такая история отличная, как мой друг играл в шахматы по интернету, он в Иркутске. И там какой-то чувак в Бостоне был. И он, значит, с ним играет, побеждает раз за разом, потому что он почти КМС. Вот, и тот, значит, ну, в процессе очередного попытки обыграть друга, спрашивает, where are you from? Он говорит, Иркутск. Where is Иркутск? Вайкал Lake, do you know? Oh, yes, yes, yes. Ah, it's Russia, yeah? It's Russia, yes. And where are you from? Спрашивает Саша, значит, из Иркутска. А тот отвечает, USA. И он печатает, where in USA, да? Ну, где конкретно? Но случайно делает описку, и получается, where is USA? Тишина полная. Полная тишина, да? Значит, с той стороны экрана находится какой-то чел, который не знает о существовании страны США и США, и раз за разом его обыгрывает шахматы. Спустя минуту на экране появляется надпись America. Америка. Тут Саня понимает, что произошло. И продолжает его троллить. Следующий вопрос. North? Вопрос. South? Вопрос. Вот. Ну, а дальше он получает лекцию на страницу об устройстве той части суши. Вот. Ну, в общем, он его так и затронил до конца. То есть он так и остался в невидении, что, на самом деле, он отлично знал, где Америка и все такое. Вот. Вот так. Ну, значит, в общем, ситуация следующая. Вот она, смотрите. Получилось примерно так. Это очень простая иллюстрация. Часть штатов, часть штатов была категорически против того в очень большом количестве процентов. А часть штатов были за, но, ну, как бы небольшим перевесом. Вот, вот как бы, что происходит на этой картинке. 20 миллионов человек, 8 миллионов за Трампа и 12 миллионов против Трампа. Но так получилось, что 8 миллионов живут в штате, где все против. И, соответственно, два выборщика от этого штата, пропорционально количеству жителей, они будут голосовать против. А в этом штате и в 12 миллионах разлад, значит, 4 к 8, и, соответственно, побеждает в этом штате. Побеждает, голосуют штаты, да? побеждает трамп и три выборщика которые оттуда по рациональное количество должны будут проголосовать за него и вот два к трем все он победил то есть ту сторону три к двум а получается два к трем но я просто если если что я думаю что все это действительно скорее здесь немножко ближе туда и больше вообще принципе больше политики да вот но если вы кому-то будет там объяснять как это может быть там детям школе вот просто возьмите картинку да это естественно это презентация вот она здесь лежит и павел там ее выложит в интернет общем она абсолютно свободного распространения как и все остальное вот так так что так что используйте как хотите все 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 для все для людей так еще одна история такая пикантная короче она из далекого прошлого когда у иудеев было многоженство и вот истории стал муда умирает иудеи это так это в адаптации для сбербанка это исходная история такая умирает иудею которого было три жены а как иначе как происходило многоженством но как бы постепенно до женился то есть заводил новых жен с каждой новой женой с отцом должен был договориться о той сумме который он будет должен семье если помрет все это называлось к туба брачный договор просто сколько денег должен если умрешь ну и соответственно вот были три к тубы на 100 200 и 300 я написал шик или там называл зуз или там динары как-то так зуз монеты называли в то время вот ну и соответственно он должен если он умер вот он должен 600 600 этих единиц но открывают на что ящик а там нет 600 там меньше чего понимаешь делать то в этом случае что делать какой жене сколько платить и вот в талмуде написано что если умерший оставил всего 100 денежных единиц то есть шесть раз меньше чем надо то следует разделить их поровну каждый по чуть-чуть если он оставил 300 то так как делят в банках до имущество разорившихся этих самого банкротов да если три банка дала кредит то они всегда в пропорции делятся но в россии я не знаю точно как правило здесь на скорее всего вот а вот если 200 это совсем странно 50 75 75 это написано в талмуде никаких дальнейших комментарий не сделано то есть дальше нужно что если у вас ситуация какая-то совсем другая до умирает допустим муж у которого было там 4 жены какие-то произвольные цифры я наставлю здесь ну и вообще произвольное количество жен с произвольными цифрами ситуацию надо разрешать такая ситуация возникала много раз судя по этой потому что он вообще вошла но и вот для того чтобы ее разрешать остались лишь три конкретные рекомендации надо что надо общее правило математическое точное правило как это делать но вот проходит 3000 лет с лишним и в 1985 году в ответ на запрос теории игр о котором я чуть позже тоже скажу вводится понятие нуклеолуса кооперативной игры некая некий способ дележа вот у вас есть конфликт на руках конфликт это значит что мы в некоторый как бы что-то вообще конфликт в игре кооперативный что такое конфликт это значит что есть несколько игроков известно что они вместе могут заработать вот какую сумму они могут я потом приведу ситуацию очень такую прозрачную понятную на эту тему конфликта но также указано сколько могут отдельно трое заработать вот эти трое вот эти трое там эти двое любое подмножество лиц то есть математики так формулирую формулируется конфликт кооперативный просто перечисляются все возможные коалиции если 5 игроков их 2 в пятой степени 32 но за исключением всех вместе потому что это и так задано число сколько они могут заработать и пустой которая неинтересна вот есть про каждую каждое подножство известно сколько это подножство умеет зарабатывать отдельно где-то там на стороне все будет работать вне коллектива и нужно эти данные перевести в решение то есть как честь тогда честнее всего разделить имеющуюся сумму с учетом вот этих дополнительных возможностей то есть иногда бывает что поровну кажется не очень правильно ну дальше будет пример так вот решение основное которое в пятьдесят третьем году выдумал лойд шепли а в 2012 году лой шепли спустя всего лишь 60 лет 59 получил нобелевскую премию по экономике еще успел до нее дожить она не всегда удовлетворяет каким-то разумным свойствам ну и в общем 85 году в ответ было введено новое решение она называлась нуклеолус и еще через типа десять лет нобелевский лауреат 2007 года то есть тогда он еще не был новинским лауреатом роберт алман проанализировал эту ситуацию в талмуде и установил что это в точности нуклеолус нуклеолус это сложнейшая концепция там проводится некоторые процедурные ну там процедурная часть там выписываются некоторые величины они максимизируются из них берется минимум этот минимум путем перестановки платежей как-то пытается как минимум идея мини макса максимина вот кто когда-то изучал исследования операции там очень активно используется вот это как бы максимум берется минимальное значение резких чисел его пытаются сделать как можно выше в общем сложная процедура и это ровно то что делается в талмуде вот это был взрыв мозга для всех потому что либо это означает что 3000 лет назад люди знали очень продвинутую теорию игр вот такую как мы сегодня имеем на руках либо ну дальше как бы каждый может гадать для себя либо может быть так да но как-то вот так чтобы нащупать ее эту концепцию спросил у знакомого иудея он говорит такая им же господь диктовал сразу а господь знает что такое нуклеолус в отличие от нас в 85 году то есть ну как бы могут быть и такие я не знаю я как бы как я ничего не могу сказать то есть у меня нет для вас ответа как это могло быть но поразительно что это именно так то есть эта концепция в точности оттуда она дает уже способ разделить любой ситуации вот а теперь немножко на счет об этих решениях кооперативных игр значит кооперативных играх нет никаких стратегий нет розыгрышей есть ну просто как бы возможности коалиции вот пример трое человек играет музыку переходе под землей мы сегодня кстати гуляли по риге там дяденька на каком-то прикольном инструменте очень очень ну москве тоже везде играют естественно там это даже метро специальные места сейчас сделали нарисованы эти нотки чтобы вставать и играть вот в общем вот такая обычная явление я сам этим если честно занимался довольно много в своей жизни и по поездам и переходом вот и вот значит такая ситуация есть три человека они играют вот смотрите вот это сколько им кидают денег если отдельно играет гитариста ему кидают 12 рублей в час если играет ну давайте там евроцентов в час допустим для чтобы проще было значит гитарист барабанщиком в час 24 евро цента умеет зарабатывать один барабанщик 6 если гитаристы певица вдвоем то им кидают 48 центов в час одна певица 24 если певица с барабанщиком 36 а если все трое то 90 то есть как бы его данные таковы что им конечно надо вместе играть это совершенно очевидно но вопрос как разделить эти 90 если вы разделите их по 30 то может возникнуть вопрос у певички она скажет а почему же так как-то я вроде тут важнее вас нет вроде во всех ситуациях которые можно сравнить и по одиночке да и попарно где бы меня не заменить на кого-то еще ну убывает убывает то есть она может быть против и в этом случае да да то есть принципе 1 заработать меньше но вот придумали шепли предложил пятьдесят третьем году такую схему такую схему нужно их друг за другом упорядочить входит гитарист берет сколько ему в этом случае положено потом входит певичка потом барабанщик да ну вот гитарист вошел ему положено 12 тогда да вот он играл час если к нему присоединилась певичка то вместе они зарабатывают 48 поэтому она ему принесла 36 как бы ну в добавок до принесла 36 а этот целых 42 но это артефакт конкретного порядка а если они в другом порядке придут а давайте все порядки перечислим и в каждом случае возьмем то что получится а потом тупо усредним собрать и поделить как один персонаж говорил книги собачье сердце значит что мы делаем таким образом ну да хотите решим задачу да полностью решим ее у нас есть немножко вполне значит давайте ее целиком решим значит какие бывают какие сколько вообще способов упорядочить трех людей 6 значит гитарист певичка барабанщик гитарист барабанщик певичка потом гитарист на втором месте будет певичка гитарист барабанщик барабанщик гитарист певичка то есть нужно смотреть где стоит гитарист если на первом два способа есть на втором два способа но есть на третьем тоже два способа то есть соответственно барабанщик певичка и певичка барабанщик ну и смотрим что кому идет гитарист вошел тоже получил свои 12, вслед за ним вошел барабанщик, добавил ему 12, а певичка? О, 66, здесь она, да, здесь, здесь явно видно, да, насколько она важна. Здесь тоже достаточно была важна. Теперь здесь она входит первая, получает свои 24. Второй сходит гитарист, и так как они вместе 48, то гитарист ей добавляет тоже 24. Заметьте, вот в этом порядке будут другие, чем в этом. Ну, а последнее вошел и барабанщик, и сорвал тоже куш в 42. Теперь барабанщик ходит первым, это для него хуже всего, он получает, ну, в данной игре хуже всего, он получает 6 здесь и здесь. Дальше тут входит гитарист, барабанщик с гитаристом 24, то есть гитарист добавляет ему 18. Ну, а певичка опять 66. Кто-то на последний, кто последний, да, в такой игре будет больше всех получать. Значит, здесь, соответственно, после барабанщика входит певичка и добавляет ему 18. Нет, барабанщик с певичкой сколько? 36. 30 добавляет, да? А гитарист, о, 54. Во, когда он третий, он получает 54. Тут, соответственно, певичка входит, получает 24. Потом барабанщик вслед за ней входит, получает 12. И гитарист снова получает 54. И теперь мы просто это усредняем, то есть мы вычисляем сумму этих трех векторов по столбикам и делим на 6. Ну, можно сразу на 6 и сумму. 4, 3, 9, 9. Тут, соответственно, 6, 11, 4, 11, 5, 4. Тут 7, 2, 7, 1. 1, 1, 2. И суммируем окончательный ответ по вектору Шепли. Это называется вектор Шепли, вектор решений. Будет такой. Гитарист получит 8, 11, 29. А барабанщик получит 17, 18, 20, да, получается? 20. И проверяем. Певичка должна получить сейчас 41 тогда, да? 17, 21, 32 и 9. 41, да. Вот истинное положение дел. То есть грубо, если округлить, на самом деле ответ такой. 20, 30, 40. Ну так, если грубо. Ну, точнее, получается вот эти цифры. Вот. Значит, дальше вот этот вот нуклеолус появился. Он был связан со следующим. Значит, бывают ситуации, когда вот этот вот прекрасный, красивый метод приводит к дележу, против которого начинает какая-то из коалиции возражать, говоря, что братцы, в одиночке-то мы больше зарабатываем, если отделимся от них. Вот что такое на самом деле настоящий конфликт, да? Это вы все красиво поделили по этому вектору Шепли. Сказали, кто что имеет. И тут стоют три каких-то гопника и говорят, мы втроем вон там, без всякого базара, получаем больше, чем вы нам в сумме выписали. До свидания, а-ля-у-лю. Что тогда делать? Иногда ничего нельзя поделать. Бывают такие ситуации, что конфликт неизбежен. Например, есть новое месторождение, на которое претендуют три разных компаний, чтобы его разрабатывать. Любые две могут путем хитрого сплетения удалить третью и разработать самостоятельно. Тогда выигрыш любой пары равен целому месторождению. Всех трех вместе тоже целому месторождению, да? А по одиночке по нулям. И тогда любой дележ, который вы предложите, вот любой, да, допустим, 1 треть, 1 треть, 1 треть. Нормальный дележ? Нормальный. Но первые двое смотрят и думают, а что нам, давайте уберем его, у нас будет по половине. Но если будет по половине, этот третий вернется и скажет, слушай, вот этому скажет, давай тебе 0,6, мне 0,4, а этого уберем, да? И так по кругу. То есть бывают ситуации, когда решений нет и все, и ничего нельзя сделать. Но бывает ситуация иная. Бывает, что есть такие дележи, что ни одна коалиция не возражает, а при этом вектор шепли указывает на дележ, где некоторые коалиции возражают. То есть бывает вот такое рассогласование. С одной стороны, можно так разделить, что ни одна коалиция не удалится, и вроде, ну, это то, что мы требуем, это называется ядро. Но можно пошепли, и вроде как это тоже честно, и вот они расходятся. И вот на эту тему как раз и был выдуман нуклеолус, который давал решение, которое всегда лежит в ядре. То есть там, где не будет никто возражать, если, конечно, такие, в принципе, существуют. То есть ситуация месторождения, нуклеолус все равно выдавал на третий, на третий, на третий, тут ничего не сделаешь. Там ядра нет, и никуда не деться. Но если есть такие дележи, против которых никто не возражает, то нуклеолус всегда указывает в один из них. И этим он стал лучше шепли, и вот когда его проверили, он-то и соответствовал талмуду. Не шепли, а именно нуклеолус. Вот. Здесь очень мало отличается этот самый, по-моему, так, 40, значит, 22 и 28, это вот нуклеолус. Ну, видите, он очень близок, на самом деле. Так, вот. Ну, вот, собственно говоря, да, это вот краткий такой, этот, краткий, краткая summary, да, от того, что такое кооперативная теория игр. Это о том, как разделить выигрыш с учетом того, у кого какие возможности есть на стороне, у каких коалиций, что происходит на стороне. Ага. Это возможно только, когда мы знаем все возможности? К сожалению, да. Вообще, теория игр, она такая странная наука, она очень много всегда предполагает. И если вот это предположение не выполняется, то теория игр поднимает лапки и говорит, я сдаюсь, я сдаюсь. Мне часто звонят, я провожу всякие консультации в России для корпоративных, ну, как, я вот с лекциями езжу абсолютно бесплатно, ну, просто, не знаю, мне это нравится, считайте, что это часть моей жизни, да. А вот когда звонят там какие-нибудь, Сбербанки там, ну, понятно, они там деньги из ничего делают, я всегда выкатываю огромный счет. Ну, то есть такое, я как бы как государство выступаю, беру лишний налог. Вот. Я им говорю, они пишут, а что так много? Я говорю, азом есть русское государство. Я вас беру и в виде лекций выдаю всем потом гражданам просто так. Вот. И, значит, это самое, значит, про нуклеолус, да, я говорил? Не-не-не, сейчас-сейчас-сейчас, что-то про этих шепли, шепли, шепли. Забыл мы, забыл мы, у меня была мысль. Ну, да, то, что это, это как бы вот эта тема, она очень, 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 а? А-а-а, да, конечно. Я говорю, да, иногда звонят и говорят там, помогите нам вот такой-то ситуации и описывают ситуацию, в которой пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что и выпиши нам решение, исходя из вашей науки. И я говорю, извините, братцы, так не бывает, я не буду вас консультировать. Сами разбирайтесь. Особенно, знаете, какая особенно частая ситуация? Здравствуйте, Алексей Владимирович, мы бы хотели получить консультацию о том, как нам продать абсолютно эксклюзивный объект, который у нас есть, абсолютно эксклюзивному покупателю. Я говорю, ищите абсолютно эксклюзивного психолога, который вас научит вести переговоры. Это все, что можно сказать, потому что в этой ситуации диапазон того, где будет курсор цены зависит исключительно от ваших способностей вести эти переговоры. Никакой, тут нет математики, в принципе, один покупатель, один продавец, есть вилка того, где, то есть согласен, и этот согласен за 100 рублей купить, и этот согласен на 200 рублей. Ну, где-то между ними это вопрос исключительно переговоров, тут никакие модели, ну, еще и нащупать эти стоит 200, невозможно. Если хоть нащупать, скажешь, ну, посередине, да, а вот это пойди нащупай, каждый на себя тянет, да, то есть это ситуация, которую мы не решаем, мы не можем в принципе, это как бы завышенное ожидание. То же самое, когда звонят, Алексей Владимирович, я играю на бирже, я вас верю, я вам сейчас доверю свои деньги. Я говорю, да, а потом вы меня убьете, когда я вам их пропью все, там, на этой бирже, ну, я не пью, на бирже все спущу, да. Вот, то есть нет, конечно, это не какие-то, ну, как стратегия сиюминутного получения маленьких выигрышей на бирже, это совершенно не теория игр, это отдельная история, там, ну, просто подкрутка параметров, там. Вот. Значит, еще давайте поговорим про стратегическую теорию игр немножко, насколько время хватит, да, нам. Ага. Вы приходите в казино, и там продают такую лотерею. продают право сыграть в лотерею, в которой ведущий зажимает монету орлом или решкой. И вы должны угадать. И если вы угадали решку, то вам 10 евро. А вот если вы орла угадали, то вам 20 евро. О, знаете что, давайте сделаем не так. Сейчас я дам, конечно, намек. Но мы сделаем 30 и 60. Это намек, но тем не менее. Вопрос. Сколько должна стоить эта лотерея, по-честному? за 45? Ну давайте, покупайте у меня ее за 45, я вам все время буду зажимать решкой. А, то есть... нет, это игра, это не случайно, я зажимаю сам. И вы угадываете тоже. Ну ясно, да, что не больше 30. А сколько все-таки? А сколько все-таки? Как вообще решать такие задачи? Вот кто-нибудь вам придет и скажет. Все тривиально. Смотрите. Вот 4 исхода. Решка-орел, решка-орел. В этом случае вы выиграли 30, в этом случае, в этом вы ничего не выиграли, в этом случае вы выиграли 60. Ну, ничтожая сумняшися, возьмем и предположим, что все эти исходы равновероятны, что мы монетку просто подкидывали. Тогда выигрыш равен 1 четверти от 30 плюс 60 или, иными словами, 90 делить на 4 или 22 с половиной евро. И продает за 22 с половиной евро эту лотерею. Подвох чувствуете? В чем подвох? Почему? Да, кто сказал равновероятно? Кто? Это кто-то сказал мне, что должно быть равновероятно, но это вовсе не обязательно. Более того, я сейчас вам докажу, что не будет эта игра равновероятной, по стратегическим соображениям. Смотрите, каким. Предположим, что вы знаете, что против вас играют рулетку. Как тогда вам надо играть? Надо просто орла всегда называть. Потому что, если у вас шанс выиграть 50 на 50, то лучше выиграть 60 евро в половине случаев, чем 30 евро в половине случаев. Значит, это, ну, как бы, ясно, что так, это не может быть равновесием, то, что он не будет играть вот так, если вы будете играть так. Понятно, да? То есть, единственное утверждение математическое, которое можно из этого сделать, что это не равновесие, это не входит в равновесие, вот эта стратегия поведения пополам, не входит в равновесие. А давайте подумаем над тем, какая стратегия может входить в равновесие, вот какие свойства у стратегии, которая входит в равновесие, должны быть выполнены. Вот я сейчас вас поведу, подведу некоторые самые основные теоретические игровые идеи. Вот самые-самые. И вот, как бы, и на ней более-менее, ну, там, да, более-менее мы на ней и завершим. Вот, но все-таки эту вот самую основную идею я хочу вам передать. Я утверждаю, что единственный равновесный прогноз это такой, что если я подглядел в его вероятности решки и орла, то мне все равно говорить решка или орел. И наоборот, если он подгадал мои вероятности, то ему тоже все равно зажимать решкой или орлом. Потому что, как только кому-то из нас не все равно, игра тут же вступает в какую-то турбулентность. Человек, которому не все равно, начинает, ну, больше, чаще показывать то, что ему выгоднее. И этот замечает, начинает с этой стратегии тоже сваливаться. То есть, идея равновесия, что это такая пара стратегий, что в ней игра может находиться бесконечно долго, не сваливаясь куда-то. А если так, то это только ситуация, когда мне абсолютно все равно, что делать. Решка или орел пытаться угадать. О, а теперь вопрос. При каких вероятностях того, что будет зажат решкой и зажат орлом, мне становится все равно. Напоминаю, в случае решки я выигрываю 30, если я ее угадал, в случае орла 60. Соответственно, в отношении 3, все равно. Потому что, если я говорю решка, то я выигрываю в 2 из 3 случаев и выигрываю 30. А если я говорю орел, я выигрываю только в 1 из 3 случаев, но зато 60. То же самое у него, естественно. Только в случае, если 2 трети 1 на 3, ему все равно, чем зажимать. Такая же логика. И мы пересчитываем вероятности иначе. Тогда исход, что зажатый угадан на решка, становится произведением 2 третей на 2 трети. То есть, 4 девятые. Знаете, да, произведение вероятности для предположения о независимости событий. А этот исход с какой вероятностью? 1 девятая всего лишь. Ну и по 2 девятых здесь и здесь. Значит, истинная цена этой лотереи равна 4 девятых от 30 плюс 1 девятая от 60. Итого 20. Нет, не 22 с половиной. 20 евро она стоит. 2,5 евро много или мало? Ну не очень много, но 1 девятая исходной величины. То есть, если вы впариваете за эту цену, вы, в общем, за кон по 2,5 евро имейте. За каждый кон игры. Так и наваривается. А теперь истории из жизни. Тюремный покер. Нет, не подумайте, я еще не сидел. Хотя, как говорят в России, от суммы тюрьмы... Трешка, срока жизни на урок. Да, 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 да. Но пока... Ой. Павел, а там есть чуть-чуть попить? Все выпили, да? А может, есть у кого-то вдруг бутылочка с водой? Да. Ой, спасибо. 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 Передайте Павлу, что все отлили. Все. Я даже поймал ее, не отбил, а поймал. Я вообще на воротах долго сто... А? Бросали тебя? Да. Понятно. Вот. История из жизни. Итак, 2000 год. Это не политика, потому что это прошлое. В 2000 году в России случилось событие, которое продолжается до сих пор. К власти пришел президент Владимир Владимирович Путин и от счастья отпустил зэков на свободу в очень большом количестве со всей страны. И в поездах творились интересные вещи. По всей моей родине, отовсюду, значит, в плацкартных вагонах, в разных направлениях ехали счастливые зэки, которые возвращались домой примерно по 20 на вагон. Так, в среднем. Все лето я, как обычно, путешествовал, и за лето я очень много интересной жизненной мудрости узнал, в том числе ту игру, которую я сейчас вам расскажу. Итак, мы едем, возвращаемся сами с Таймыра, но не с зоны, а с большого-большого похода пешеходного на катамаранах по плато Путорана. Итак, едем в районе Новосибирска, точнее, там еще до него, от Ачинска до Новосибирска, я на верхнем, билетов нет нифига вообще, значит, верхняя полка достается какая-то, подо мной сидит зэк, сидит в сторонке от других, в общем, без порядки не участвует ни в каком. Задумчивый такой, ну, говорит, давай поговорим, я слезаю в какой-то момент, он говорит, давай поговорим, парень, как там сейчас на свободе, что происходит, то есть 7 лет сидел, 5 лет не досидел, он за убийство сидел там со смягчающими, ну и вот его выпустили, ну, так, давай, мы с ним стали беседовать, он говорит, а чем ты занимаешься по жизни, я говорю, я младший научный сотрудник, занимаюсь теорией игр, он такой, о, круто, давай поиграем в игру, называется тюремный покер, говорит, мы в нее играем на сахар, игра такая, по типу камень, ножницы, бумага, который, конечно, вы все тоже знаете, да, камень, ножницы, бумага, если камень, ножницы, там, камень, ножницы, значит, тупят, ножницы, бумагу режут, бумага камень обертывает, а здесь так, здесь один или два пальца надо показать, то есть нужно показать вот так, или вот так, поэтому получается, там, цу-е-фа, у нас сейчас говорят цу-е-фа, когда я был маленький, говорили чинганши, сейчас цу-е-фа, цу-е-фа, значит, такой возможен исход, потом, значит, есть симметричный ему вот такой исход, Есть такой исход. И наконец вот такой исход. А теперь внимание. Опять сейчас начинается подвох. В случае, когда исход такой, он мне предлагает два куска сахара. На зоне играет на сахар. А в этом случае он мне предлагает четыре куска сахара. То есть количество пальцев равно количеству проигранных или выигранных кусков сахара. Ну а здесь и здесь, понятно, выигрывает уже он и выигрывает три. Но есть зачем призадуматься, особенно человека, который знает предыдущий сюжет. Не правда ли? Он говорит, это честная игра, все по-честному, в среднем по нулям. Ну, действительно, если думаешь, что кидаешь монету, в среднем, естественно, все по нулям. Ну, понятно, что я сразу заподозрил подвох. Я взял тетрадь, ручку и сделал вид, что иду в туалет. Сказал, погоди, сейчас поиграем, только я сейчас отлучусь. Возвращаюсь и говорю, играем. Но ты будешь выиграть 2 и 4, а я буду выиграть 3. Он говорит, а почему это вдруг? Все же честно, в вашей теории вероятности, все по-честному, все по-ровну. Я говорю, ты будешь, говорю я ему. И дальше говорю ему несколько слов. Он говорит, а как ты догадался? Я говорю, я не догадался, я посчитал. Я же говорю, что я теоретик-игровик. Блин, и что, прямо точное значение? Я говорю, да, конечно, вот все. Вот показал ему все записи. Ой, как же жаль, что меня выпустили. Блин. Ну ничего, говорит, еще раз попаду, я всех их, всех их раздену, все. Знал он только одно, что надо один палец показывать чуть-чуть чаще. А на сколько, он не знал. Я ему сказал, 7 двенадцатых. Ну понятно как, да? Нужно посмотреть, при какой ситуации. Вот здесь P, здесь 1 минус P. Я ищу равновесие. В игре ищется равновесие всегда. Ну если мы верим в то, что игра повторяется много раз одинаково. Мы ищем равновесие. Мы ищем ситуацию, когда мне все равно ответ на эти P и 1 минус P. Но если я один палец показываю в ответ на стратегию P и 1 минус P, то я плюс 2 сахара выигрываю с вероятностью P. А минус 3 сахара, ну, выигрываю, то есть проигрываю 3 куска с вероятностью 1 минус P. Правильно? И это должно быть равно ситуации, когда я 2 пальца показал. То есть когда я 3 куска проиграл с вероятностью P, а 4 куска выиграл с вероятностью 1 минус P. И вот и есть равенство. Все, никакой математики особенно. Это пятый класс. То есть равновесие будет переходить в ту точку, в которой есть это равенство. Иначе оно не удержится, оно будет разбалансировано. То есть это единственная равновесие, единственная ситуация, когда мне все равно. А если мне все равно, я тоже буду играть с такими же вероятностями, чтобы ему было все равно. Пишем, считаем 5P равно 7 на 1 минус P. 12P равно 7. Все. Палец 1 показывается в 7 из 12 случаев, а 2 в 5. А вовсе не один к одному. Как он пытался меня убедить. И здесь то же самое. Просчитываем игру, быстро-быстро все это здесь смотрим. И эти равны 1 двенадцатой со знаком минус. Собака хотел в кон выигрывать 1 двенадцатую куска сахара в среднем. Я сказал, давай лучше я буду выигрывать в кон 1 двенадцатую куска сахара. Понятно, очень долго играешь, ничего не заметно же. Ну, ты будешь играть, играть, играть там. Ну, человек будет видеть, что у него сахар постепенно тает. Но это же медленно, да? Если 1 двенадцатая в кон, то он выиграл, то проиграл там. Ну, вот. В общем, это вот такой... Смотрите, если вдруг что. Я ничего не говорил. Еще, кстати, у нас играют в классную игру. Карандаш, огонь, бумага и бутылка лимонада. Карандаш, нет. Камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада. Карандаш, огонь, вода и железная рука. Вся Россия сейчас играет в эту игру. Не знаете, да, еще? Я тогда не буду рассказывать. Я вам дам ссылку, что есть лекция. Ну, я сейчас вообще про все свои ресурсы расскажу. Значит, дам ссылку, где эта лекция лежит. Это Иркутск, 26 августа. Она из Иркутска пошла. Я эту игру узнал в Иркутске. Сейчас в Москву узнается. Как-то с Востока идет. Или из Китая, не знаю даже. Откуда она взялась? Там сложнейшая игра. Это вам не камень, ножницы, бумага. Там очень хитрые варианты. И равновесие в этой игре вывели совершенно нетривиальным образом. Вот. Если она до Латвии докатится, то вы будете знать, как в нее играть, когда залезете сюда. Я когда рассказываю в России это, родители прям фоткут, фоткут. Вот она, правильная стратегия. Вот она. Она такая нетривиальная. В камень, ножницы, бумага, все очевидно. Все треть, треть, треть. Там совершенно не очевидно все. Вот так. Ну вот, собственно, на самом деле давайте завершать. Это список литературы, которую я вам советую. Ну, если вдруг вы правда заинтересуетесь. Еще там есть несколько интересных тем на них намеки в следующих двух слайдах. Павел, ты вывесишь, да, эту презентацию в свободный доступ? Вот. Значит, в принципе, можно, да, можно учесть, что она будет в свободном доступе. Можно и поснимать сейчас, как угодно. Я сейчас покажу вам еще много чего. Можно, да, дальше? Пропускаю два последних. Ну, спасибо за внимание, это понятно. Значит, ну это сейчас я вот просто на самом деле хочу рассказать про то, что сейчас мы делаем. У нас империя математики в Рунете, в русскоязычном интернете. У меня как бы есть такая позиция, я вижу, что происходит. Да, это, к сожалению, политика, но все-таки не такая, не жесткая. Я просто вижу, что все меньше ресурсов доступно на русском языке. Вот как бы они перетекают в англоязычные. Ну, как бы это такая, ну это же безобидная политика, правильно сказать такое? Что становится ресурсов на русском языке все меньше, а на английском все больше. И вот лично мне просто обидно, честно. Ну вот можно считать меня ужасным ватником, но мне обидно. И я собственными усилиями этот перекос пытаюсь ликвидировать в конкретно взятой области, в которой я разбираюсь. Математика. Значит, в математике здесь невероятное количество записано разных роликов для учителей, для учеников. Олимпиадных, не олимпиадных, а просто программа вступительная математика такая, как бы. Все на свете. Вот, видите, панк-математикс такой, ресурс веселый. Нас там 40 уже, 6-47, кажется, тысяч. И я приглашаю каждого из вас подписаться на этот канал, следить за ним. И, значит, выходит видео там часто по нескольку в неделю. Иногда там, ну, затишье летом происходит. Летом затишье, и даже спад иногда бывает. Вот. Ну, а мы стараемся, работаем. Пока у нас очень, как бы, большой энтузиазм. Все абсолютно бесплатно. Абсолютно. Просто, вот, более того, сейчас я еще скажу страшную вещь. Это не просто бесплатно. Там нет рекламы. Вообще. Отключена опция. Вообще, напрочь отключена опция монетизации. Вы против рекламы. Я ненавижу рекламу. Просто ненавижу. Я там выпустил, у меня в интернете есть там мои. Ага, да, если вдруг стану царем, да. Вот. Значит, и так. Это сопровождающий, этот самый сопровождающий паблик, который ведут... У нас в команде около семи человек. Все просто так. Это с большим энтузиазмом. По всей территории, так сказать, ну, везде, где говорят по-русски. На Украине у нас человек, вот эти паблики. Все эти видео он просто монтирует там. В Белоруссии чувак, который вот это вот делает. И вообще, как бы, на самом деле, вот самый главный мой помощник, он в Минске. В Баку парень занимается приглашениями. По городам. В общем, у нас такая, ну, вот команда, понимаете, на весь... Хотел сказать, на весь союз, я не знаю, но это, наверное, звучит слишком плохо. Вот. Но, тем не менее, на территорию, так сказать, русскоязычную. Мы очень дружим все и вообще... Вот так. И, значит, дальше есть Инстаграм. И вот ведет, значит, парень из Ростова. Фейсбук иногда я пишу, иногда друзья пишут. И сайт. Значит, на сайте, во-первых, лекции, которые были до этой движухи, вот сейчас все лекции, которые происходят, выкладываются на основной канал. Там есть еще второй канал, но про него я не буду говорить. Сами увидите. Вот. А первый, вот главный, первый канал, да, как у российского телевидения, у нас есть первый и второй канал. Вот. Значит, первый канал – это основная математика, прямая, главная математика. И, значит, там сейчас появляются в том числе все такие большие открытые лекции. Они туда идут. Расписание будущих лекций. Если вдруг поедете там куда-то в Россию, увидите, что я в это время в этом городе вдруг выступаю, приходите обязательно на лекцию. Ну и, значит, что я могу сказать? Я могу сказать следующее. Мы существуем на Патреон. Это единственные слова, как это сказать, единственные слова просьбы, которые я здесь сообщаю, что наш канал без рекламы, поэтому, соответственно, вы нормально смотрите всю математику. Но у нас есть наши друзья, которых все больше. Каждый друг подписывается вот на этом сайте, там кнопочка «Как стать нашим патроном». Что такое патрон? Значит, что вы подписываетесь, что раз в месяц, небольшую денежку, в зависимости от вас, какая, как хотите. Если нет денег, просто бесплатно все смотрите. Если есть лишние деньги, как я говорю везде в России, то становитесь просто нашим, так сказать, маленьким патрончиком. Ну и вот мы так живем. Ну, это как бы не окупает, естественно, всего, но, тем не менее, это, так сказать, дает нам возможность иногда там камеру нормальную куда-то притащить, иногда еще что-то сделать. Ну, в общем, вот так. Иногда билеты. Вот такие дела. Но еще раз, значит, друзья, это как бы совершенно не самое главное. Самое главное, чтобы вы просто были с нами, следили за этими новостями, были на канале. Вот. Ну и, собственно, огромное вам спасибо, что вы все сюда пришли. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok